Чай, чай, чай. Пей чай, и не скучай. Многие народности претендуют на лидерство. На лидерство количественного употребления этого удивительного напитка, который согревает нас в холодную погоду и утоляет жажду в жаркий зной. Некоторые называют это традиционные чаепития, некоторые чайные церемонии, а некоторые просто посиделки, чай погонять. Чай бывает черный, чай бывает зеленый, чай бывает даже белый. Вот сегодня я приготовила зеленый чай, так как его готовят в Средней Азии. У меня даже имеется набор, который я принесла с собой сюда, Актрин, из Средней Азии. Чай в Средней Азии подается сухофруктами и халбой, или так называемый пустой чай, но только он должен быть приготовлен на костре. А то можно попасть в немилость хозяину. В Китае и в Японии практически все то же самое, но только медленнее и привязано к философии чайной церемонии, придавая важность действиям. В Азербайджане и Турции предпочитают пить чай с вареньем, пахлавой, другими национальными сладостями, но и стеклянного стаканчика. В России из-за вночей питье славится своим застольем. На стул ставится все. Варенье, торты, свежие фрукты, баранки, колбаса и, конечно же, важный атрибут стола – самовар. Но сюда еще могут добавляться страсти, подмешанный романтизм, наливка тоже приветствуется и чувства наружу. И это все русский чай. Почему-то считается, что лидерами по потреблению чая 5-6 выпитых чашек в день являются англичане. Наверное, как всегда, английские ученые подсчитали. И все должны им верить. Но, посмотрев фактом в глаза, русские выпивают 6 бокалов чая за присест. Или 5. А мне только чаю, стаканов 6. Мы с мамой всегда после бани чай пьем с малинечным вареньем. Или хоть 5. Английские чаепития очень схожи с русским. И вообще, мы очень во многом похожи. И понимаем, почему мы спорим друг с другом по любому поводу. Англичане предложили добавить к пиалам изогнутые ручки, чтобы не обжигать пальцы. И пафосно назначили время приема чая, что стало традиционным 5-4-0-5-3. Порфо! Давайте разберемся. Для этого я, Люкреция Гей, снова приглашаю вас в Харагейт. На этот раз посетить знаменитую чайную комнату Беттис. Мы отправились в чайную комнату после утренней прогулки по парку, нагуляв немного аппетит, и присоединились к небольшой очереди. Есть время, чтобы ознакомиться с меню. Нас пригласили вовнутрь, и мы пройдем к предложенному столику имперской комнаты со столетней историей, чтобы показать вам всю торжественность и полностью окунуться в атмосферу традиционного, послеобеденного чая, спокойной и типичной британской обстановки. История Беттис началась в 1919 году, когда ее основатель Фредерик Беллмант открыл свою первую чайную комнату в модном курортном городе Харагейт. С 1919 года многое изменилось, но Беттис обещает, что, по крайней мере, две вещи остаются неизменными. Их угощения такие же вкусные, а их прием столь же теплый. Беттис идеально подходит для любого торжества, включая дни рождения, крестины, коктейльные вечеринки, свадебные приемы и послеобеденный чай с трехъярусным подносом бутербродов, пирожен, скон. Специально разработанное меню, безупречное накрытие стола и обед в роскошном великолепии имперской комнаты. Что можно еще желать? Но я не люблю английские бутерброды. Я также пыталась полюбить их сконы. Это такие маленькие английские булочки с вкусом тяжелого сырого теста. Это тоже не мое. Поэтому я выбрала из меню то, чему я все время верна. А теперь немного истории чайной комнаты Беттис. Несмотря на трудное детство, проведенное в Швейцарии, Фридс Брюцер отправился в Афанцию, чтобы овладеть секретами приготовления самых замечательных кондитерских изделий. Набравшись мастерства, он стал опытным пекарем, кондитером и шоколатье, движимой мечтой стать хозяином собственного бизнеса. Молодой кондитер приехал в Англию в поисках счастья и по ошибке попал в Харагейт, где встретил свою любовь, Флэр Эблтон. И в 1916 году молодые поженились. Получив английское гражданство и изменив имя на Фредерик Белман, он осуществил свою мечту стать мастером своего дела, открыв маленькое кофе Бекис 17 июля 1919 года, которое все еще здесь сто лет спустя. Традиция после обеденного чая как таковая была введена английской королевой Анной в 1840 году. Ужин тогда подавался поздно, около восьми часов, и королева успевала проголодаться к четырем часам дня, чтобы удалить голод, она приказывала подавать ей чай, хлеб с маслом и пирожные, а вскоре это стало привычкой и модным с детским событием. Женщины из высшего общества наряжались в длинные платья, перчатки, шляпки для послеобеденного чая между четырех и пятью часов дня, где они обменивались сплетнями, где они обменивались сплетнями, планировали вечера и знакомились с новыми людьми. Иногда леди приходили всего на 10-15 минут, так как им нужно было успеть посетить несколько таких чаепитий. Заглянем в дамскую комнату, чтобы припудрить носик. Ну, конечно, это не эмираты, ссылку на видео оставлю наверху. Золота нет, но здесь, согласитесь, очень уютно, по-домашнему. В магазине, при чайной комнате Бэти, можно приобрести всегда свежие пирожные, печенье и другие заманчивые фермины блюда и взять их с собой, чтобы насладиться угощением, вернувшись домой, а также выбрать подарочный набор в коробках или корзинах для торжеств или особых случаев. История Бэти продолжается, даже после 100 лет. А мы едем домой, так как наше осеннее путешествие по Англии закончилось. И не надо огорчаться. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok